всем привет в этом небольшом видео я покажу вам все необходимые базовые материалы и инструменты которую я использую для создания своих цветов как максимально ботанически точных копий живых так и украшений расскажу что нужно вам обязательно иметь и немножко покажу как это использовать приятного просмотра и так что же нам нужно для создания прекрасных цветов из холодного фарфора первое это конечно же основная базовая глина я использую глину modern clay помимо этого я использую много разных дополнительных глин более гибких более жестких влагостойких водостойких прозрачных менее прозрачных и зефирных это вторая обязательная глинка которую я использую для создания своих цветов в данном случае это японская глина модена софт она прекрасно комбинируется с любым видом холодного фарфора эту глину я использую только в качестве добавки к основной глине для придания бархатистости матовости и большей плотности цвета также я использую зефирную глину другого качества эта глина матовая непрозрачная белоснежная после высыхания похожа на гибкую немного прорезиненную бумагу эта глина тоже может добавляться в холодный фарфор но под определенные цветы она бывает белая или других разных цветов то мне например красная это глина очень яркая эффектная легкая идеально подходит для крупных цветов в украшении так выглядит глина холодный фарфор стандартный чистом виде мы работаем с глиной несколькими способами первый способ это только руками а этого нам необходим основной стек вот такой заостренный с одной стороны с другой стороны может быть тоже закругленный или плоский толстенький тяжелый отрываем кусочки делаем капельки на руке и можем раскатывать вот так руками на руках стек прокручивая либо на пальчики если маленький лепесточек придаем какую-то ему форму небольшую вот так делаем волны или используем вот такой набор из четырех стеков для того чтобы придавать фактуру например вот таким стайком придаем вот такую волнистую фактуру таким более заостренным стеком мы можем придать четкие вот такие волны с гранями также со временем вам понадобятся дополнительные инструменты вот такие шариками гантельки разного размера маленькие большие и пинцет с заостренными острыми краями и раскатываем глину паста машинки для этого нам нужна такая пленка для паста машинки ее можно заменить несколькими вариантами об этом подробнее в моем гайде и вот такую паста машинку использую я глину мы помещаем в открытую пленочку так всегда пропускаю небольшое расстояние закрывая и прокатываю в машинке далее чтобы работать с глиной мы используем каттеры это такие пластиковые или металлические формы с острым режущим краем нужного нам размера и формы и вайнеры с отпечатками снятыми живых цветов для передания фактуры вырезаем и отпечатываем вайнерах такие максимально реалистичные листочки или лепестки мы получаем чтобы склеивать лепесточки листики стебелечки между собой мы используем клей пва или латексный клей обязательно прозрачный после высыхания также дополнительно я использую клей момент же вам обязательно понадобятся небольшие маникюрные ножницы с острыми прямыми краями собираем и наши цветочки на проволочку это может быть тайская или японская проволочка размерная линейка у нее идет от 14 до 35 14 самая толстая проволочка 35 самая тоненькая вот это для примера проволочка номер 18 некая номер 33 я использую проволочку в белой обмотке для работы с проволочкой вам понадобятся кусачки чтобы отрезать лишние детали и круглогубцы или тонкогубцы для того чтобы закручивать петельки нужного размера для соединения проволочек вместе я использую тейп-ленту можно использовать широкую и и разрезать напополам или сразу купить вот такую тоненькую пол сантиметра тейп-лента это бумажная лента на которую нанесен воск при растягивании и соприкосновении с теплыми пальчиками воск плавится и работает как клей соединяя элементы друг с другом просушки ваших цветочков удобно использовать вот такие коврики можете класть ваши готовые цветочки внутрь люб придаваем любую нужную вам форму для тонировки лепестков я использую для рисунков акриловую краску для придания цвета или замешивания внутрь глины для придания более яркого цвета или плотного разные масляные краски я в основном работаю с красками фирмы винтон и мастер-класс для работы удобно использовать плотные синтетические кисти я использую вот такие кисточки из наборов для макияжа здесь разного размера кисти очень удобно их использовать и очень хорошая стоимость за большие наборы 13 15 20 кисточек также для придания бархатистости дополнительной яркости с цвету или наоборот для самых нежных оттенков можно использовать пастель вот такого набора я рекомендую начать здесь 48 цветов очень красивые яркие оттенки это сухая пастель вам хватит их для использования очень долгое время и очень для многих цветов для того чтобы закрепить пастель и защитить вообще ваши цветы от выгорания от грязи от пыли и воды я рекомендую использовать вот такой японский лак матовые в базе можно использовать полу глянцевые или глянцевые для придания нужных вам эффектов кроме больших цветов выполненных с ботанической точностью я обожаю украшения и для того чтобы сделать например такие цветы или вот такие сережки различные броши вам понадобится дополнительная фурнитура и материалы для вашего удобства я создала большой гайд по инструментам и материалам в нем более 40 активных ссылок на все что вам понадобится для создания вот таких цветов и таких украшений подобрала магазины где вы можете купить сразу много материалов из них проверены мной лично это идеальные инструменты и материалы для вашего творчества